Приветствуем, друзья, на библейском портале Экзегет. Ответы на ваши вопросы. Нужно ли угождать другим? Человеку угодья в числе грехов, когда мы чувствуем себя излишне заискивающимися перед людьми, ищущими их благорасположение, иногда не очень-то благородными средствами, то душа неизбежно чувствует какую-то ущербность, чувствует безблагодатность такого рода действий. Но при этом само Священное Писание требует от нас. Мы сильные, должны носить немощи немощных и бессильных, и не себе угождать, а им. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию. Оказывается, угождение ближнему — это наша прямая задача, но только во благо и к назиданию. Значит, угождение не слабостям и страстям ближнего, а угождение на благо и к созиданию является подлинно нашим долгом. Вот в этом-то и водораздел, в этом и рубикон, в этом и целая пропасть между человекоугодием, ведущим к вреду и тому, кому мы угождаем, и тому, кто угождает. И напротив, великое благо — исполнение воли Божьей для того, кто угождает ближнему во благо и созидание, и самому ближнему огромной пользы. А слова самого Господа, кто сотворит заповеди мои и научит ближних, послужит к их просвещению, тот великим наречется в Царстве Небесном. Так что без угождения ближним во благо и созидание спастись-то нельзя, потому что будет обнаружена очевидно для всех твоя нелюбовь, если ты не ищешь назидание и просвещение ближнего своего. А это достигается, конечно же, служением, угождением, чуткостью, вниманием к ближнему. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, «Злословия засловящих тебя пали на меня». Христос сам пришел, чтобы послужить. И так услужение близким составляет не просто допустимое в нашей жизни, но требуется как необходимое. Если ты, более того, не живешь ради ближних, не жертвуешь им собою, как говорит поэт наш чудный, жизнь ведь это только сон, только растворение нас самих во всех других, как бы им в даренье. Так вот, если ты этого растворения не вкушаешь или не преподаешь его от своего имени, от себя лично, то и оказываешься пшеничным зерном, окаменевшим в земле. А вот если умрешь, как зерно, разложившееся в земле, то принесешь большой плод. Таким образом, мы должны жить ближними. Знаете, как в искусстве, в театральном служении. Кто прекрасный актер, кто замечательно, органично смотрится в любой сцене? Тот, кто живет партнером. Тот, кто весь в своем собеседнике, с которым совершается диалог. А диалог — это не произнесение слов, а это какие-то взаимодействия. И вот кто в состоянии чутко жить своими партнерами, тот оказывается бесконечно органичен и прекрасен в той роли, которую исполняет. Жизнь — это не театр. И мы не призваны быть лицедеями, лицемерами, что-то из себя изображать. Но именно тот, кто резоны ближних ставит хотя бы не ниже, но наравне со своими, возлюби ближнего, как самого себя, тот и оказывается победителем. Тому и Господь помощник. Тот не теряет благодать. Благодать от чего теряется? Расположение мирное в сердце, ощутимое, близость и помощь Божья. От чего? Конечно, от эгоизма. Конечно, от нежелания угождать ближнему. От того, что заключает человек от ближних, сердце свое. И тогда в этом некотором откаменении, отчуждении прорастают, незаметно для него какие-то репейники, колючки его самости, держащие его, как гулливера, привязанного к земле за каждый отдельный волосок лилипутами. Своё мелкое, тонкое самолюбие, как каждый отдельный волосок, привязывает к земле самого могучего великана. И оказывается, он жертвой лилипутов с большой лёгкостью, владеющих им из-за того, что вот этими расположениями каждого движения сердца своего, движениями мысли своих, навыками телесной жизни своей, он привык более брать, чем отдавать, более пользоваться, чем служить. И это делает человека совершенно зависимым от земных стихий, привязывает его, его же эгоизмом к тому, что совершенно неустойчиво. И здоровье наше, как песок, как вода между пальцами уходит. И блага земные, где они окажутся завтра, у кого, в чьих руках? Человек не знает, но привязан бесконечно к людям, которые так переменчивы, от которых он получил навык всей жизни получать, а не которым отдавать. Таким образом, оказывается бесконечно пленённым человек, не возымевшим по ходу жизни навык радоваться с радующимися и плакать с плачущими. Умеющий отдавать, чудно врачует свою собственную повреждённость. Эгоизм, живущий в сердцевине каждого человека, как существа падшего, повреждённого, как потомка падшего Адама и Евы. Так что вся наша жизнь — это учёба, учение самоотвержения, учение самоотдачи. Ну, а на практике это проявляется как раз как угождение ближним, как любовь к ближним, которые являются признаками Христова ученика. Так что он для жить нам в этом отношении, во всяком случае, кается, понимая целую кучу самооправданий, сопровождающих нашу жизнь, эгоизм и привязанности к собственным удобствам. Во всяком случае, себя укорять мы призваны. Ну, а дальше понемножечку, как-то, и не имея любви, будем делать дела любви, и Господь даст любовь. Любовь — это дар Божий, это союз совершенств, но вручаемый тому, кто своё доброе произволение подтверждает исполнениями по жизни. Значит, надлежит кого-то потерпеть, когда-то не ответить злым словом на злое слово, когда-то позаботиться о материальной поддержке тому, кому труднее, чем нам. Когда-то поддержать больного, заключённого и так далее, и так далее, что указано Господом, как наша прямая миссия в отношении угождения ближним своим. А результат самый счастливый для тебя самого. Отдавая — приобретаешь, жертвуя — торжествуешь. И совершенно, отсвергая себя ради Христа и ближних, возносишься к самому Господу на самое-самое небо. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok